прошел год сначала назначенных событий известных какова ваша ситуация что произошло за это время со сферой добычи полезных ископаемых как они себя чувствуют стоит задача выживания или все-таки какого-то развития но тут очень сложный вопрос и на мой взгляд сейчас делать какие-то завершающие заключения крайне преждевременно по той простой причине что наверное не год чуть меньше года серьезно все это началось с марта начиная с отказа зарубежной компании поставлять технику оборудование затем у нас начался вот знаковый это летний эмбарго на российский уголь потом 5 декабря price cap потолок цены для российской нефти 5 февраля началась такая же сложность нефтепродуктами я думаю что мы еще не столкнулись с окончательной ситуацией взаимоотношения россии запад на сырьевых рынках потому что вот например не дали на прошлой неделе не или не более недели назад американцы стали говорить о том что они хотят ввести запретительную пошлину 200 процентов российского алюминия охотиться рынок соединенных штатов на меньше десяти процентов российских производственных компаний на тоже неприятно как бы я оценила прошедшее время но я буду говорить как говорят англичане это момент то есть у текущей у текущей ситуации как все сложилось безусловно поначалу пошла эйфория шапка закидается то что нам свойственно потом маятник ушел другую сторону все стали говорить что шеф все пропало гипс снимают клиент уезжает на самом деле я думаю что сейчас идет балансировка ситуации вот если посмотреть чем закончился 2002 год для горнорудного нефтегазового комплекса можно наметить несколько таких моментов первое то что сразу надо отметить то что минеральные удобрения не фавори то есть в первую очередь фосагра и все остальные они получили очень высокие доходы по прошлому году уголь несмотря на то что возникли сложности с вывозом на восточном полигоне с падением цены он принципе балансирует нозри торчат над водой даже при поставка через северо-запад в силу того что во первых достаточно приемлемая во вторых устраиваются логистические цепочки следует отметить что заявлено ржд было что линия на лавна уже задорожено этот порт терминал москвом большом морском 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 порту мурманск будет запущен в конце двадцать третьего года то есть это еще одна такая такой ручеек для российского угля это около 18 миллионов тонн заявленных есть льготы по доставке угля железнодорожным транспортом на порты северо-запада но была небольшая проблема с золотом там по-моему центробанк отказывался его покупать от бывающей компании сейчас это все вроде разрядилась плюс ко всему наши золотобывающие компании более активно стали присутствовать на индийском рынке что касается нефтянки или нефтегазового комплекса то здесь видимо два разных сценария первое это безусловно отказ европы вот труб проводного газа неполный безусловно настоящее время вот в январе он начинает немножко увеличиваться и польша запросила объемы и германия но все мы прекрасно знаем что произошло уже откровенно признаны диверсии северных потом на первом втором есть разные слухи кто этим занимался не будем к этому возвращаться но дело заключается в том что что меня больше себя печалит это то что а мы потеряли свой стандартный рынок который сложился 70-х годов под рынок который быстраивался и когда говорили что европа сидит на газовой игле и хорошо замечательно так и должно быть мы создали прекрасную эффективно действующую систему по нескольким ниткам магистральных газопроводов мы полностью удовлетворяем запросы европы да наш газ дешевле в отдельных случаях или большинстве случаев но тем не менее это стабильный объем дохода страны по прошлому году по во первых с мая газпром перестал публиковать свои данные по добыче газ как прочим остальные компании поэтому говорить о том как выглядит динамика газа во второй половине 22 года говорить сложно я могу высказать только общее соображение оно сводится к следующему по официальным таким укрупненным сообщением как всегда в процентах значит газпром просел на 20 процентов выросли поставки ритека выросли вы простите новотека выросли поставки роснефти которая раньше закупала порядка пяти миллиардов кубов газа у газпрома для того чтобы обеспечить своего клиента энергетические компании но мне кажется что ситуация более сложная в том плане что 20 процентов погоды это ни о чем всего того что в первой половине года газпром весьма интенсивно экспортировал газ и соответственно его добыла вот хорошо бы было посмотреть реальные объемы добычи декабря чтобы понять в какой ситуации мы находимся поскольку велика вероятность того что будет снижаться добыча на баваненко в первую очередь на других крупных месторождениях в первую пуртазовской зону но здесь это не так фатально с точки зрения технологий потому что пока разрабатывается сухой газ месторождение остановить проще и запустить верно его поищу нежели когда мы выходим на жирные газы а чиновки так далее сейчас появился замечательный термин называется до газификация страны был газовый форум в декабре обсуждал сборная ситуация идея была такая вот что 150 150 миллиардов кубов европейских мы потеряли зато мы 30 миллиардов к 30-му году перерастим в наших домохозяйствах ну что мне представляется весьма оптимистичным и маловероятно если выйдет силы сибири проект мощности 38 миллиардов 25-му году так обещают это ничего не решит западе сибири по той простой причине что обсуждаемая силы сибири 2 ну как говорит сам газпром это корресом 27-30 круга по сути дела ближайшие 7 лет мы не будем иметь возможность направлять этот газ на внешние рейки две недели назад газпром провел тендер на проектирование обгудочного терминала для жирного природного простите для стабильного газового конденсата и жирных углеводородных газов под проект тамбейска тамбейская группа месторождений терминал планируется расположить чуть северные сабеты то есть тоже это будут проблемы с морским каналом полу интересные цифры они говорят задание указано что проект должен быть разработан на общий объем перевалки конденсата и жирных газов углеводородных судов порядка 10 миллионов тонн и в дальнейшем возможно расширение за счет перевалки 31 миллион тонн жирного природного лица то есть возникает такое впечатление что газпром немножко меняет свое негативное отношение к жирному природному газу у него перед глазами стоит пример достаточно крайне успешный новотеха удастся ли газпрома получить те же самые налоговые преференции как новотеха ситуация видимо вот если раньше я говорил что газпром строя свой балтийский спд делать гениальное решение в плане что сидит на конце трубы с товарным газом и он может перерабатывая его на побережье балтийского моря часть увозить жирного природного газа часть виде продуктов переработки видимо тут возникает некие логистические ограничения если речь идет об азиатском рынке и газпром хочет приблизиться к лаком азиатскому рынку мы потом немножко поговорим о 7 пути как мы о новом решении логистики нефтегазового комплекса россии как декларируется правительством а сейчас я хочу сказать что если по газу у нас просто большая проблема то с нефтью есть два разнонаправленных процессов да ну естественно то есть вы прекрасно знаете что в апреле то есть в январе у нас просили нефтегазовые доходы насколько то есть больше 30 процентов я не помню конкретные цифры но я помню что 1 7 триллиона рублей дефицит бюджета января что составляет 60 процентов всего года ожидаемого дефицита что-то в нефтянке нефтянке творится очень интересная ситуация есть такая организация статиста евросоюзовская которая анализирует целый ряд показателей частности томсона рейтерс он представляет информацию о дисконте цены юралс бренду мы отслеживаем эту ситуацию мы смотрим и собственно говоря цену бренд и здесь можно сделать два заключения о текущей ситуации минэнерго или финн видимо минфин говорили что стоимость российской нефти кабре составила там 47 доллара вот по нашим расчетам основанных на рейтерсе и энджи информейшн администрейшн мы вычислили что-то 50 долларов ну расхождение не столь принципиально что произошло вот этот дисконт о котором мы много говорим безусловно это некий дисконт средний по больнице но тем не менее значит что происходит был большой провал скидки с апреля по август он достигал достаточно высоких значений тридцати пяти долларов и так далее затем мы вот в сентябре и ноябре прощение вот это дифференциал 20 небольшим долларов но 5 декабря привело к тому что цена юроса по отношению к бренду если скажем на начало декабря цена юроса составляла 73 процента вот цены бренду на вчерашний день это шестьдесят целых и восемьдесят процент сорока процентный существенно дисконт тут еще надо упомянуть вот сечен несколько дней назад говорил об изменении показатели стоимости юрлс что они были арбусовский ориентированные на европейский рынок это действительно нарушает логику потому что если мы ничего ничего легально не продаем на европейский рынок то так и может быть используем в качестве байкс видимо безусловно должна быть рассмотрена новая корректива цены когда мы говорим об этой цене вот дисконт юроса по отношению к бренд 40 процентов на самом деле это не совсем так это дисконт для нас но это по сути дела цена фоб фирмборд то есть в порту когда мы загрузили товарную нефть на суд если мы будем рассматривать цену сив который включает в себя фрахт и страхование судна до порта доставки в связи с тем что фрахтовые ставки возросли крайне значительно и они превышают 15 долларов за тонну и так далее то цена для конечного потребителя она скидка она менее значима чем вот эти эти 40 процентов речь идет о том что это там 10-15 процентов по действительно и так много но тем не менее вот мы должны все время оперировать тем что у нас есть два дисконта дисконт продавца и дисконт-покупателя после введения прескэп то есть цены российской нефти в 60 долларов за баррель что произошло 5 февраля в этот же день цена дисконт к цене юрос резко увеличился и после 5 декабря ни одна ни в один день цена юрос не превышала 60 долларов то есть по сути дела за счет вот этого дисконта к цене мы находимся достаточно устойчивым положение поскольку мы имеем возможность пользоваться всеми услугами западных компаний но он за это мы расплачиваемся значительной скидкой скидкой до 40 процентов вот на сегодняшний день 40 процентов как мы говорили с вами вот это цена фоб это цена продавца и цена сиф цена покупателя и вот за этой за счет этой вот составляющей фрактовая ставка и стоимость страховать мы как раз поднимаем стоимость для получателя и тогда для того чтобы быть конкурентоспособными мы должны снижать цену по отношению к другим продавцам ну вот здесь такая задача для трейдер вот я немножко вы опережали события дорогие я хочу вернуться черноморском пути давайте перейдем к этой теме давайте перейдем туда давайте поговорим об арктических арктические проект и фельдба отлично ну давайте начачambling сначала начнем с нашу велику северноморского пути который канашка артический проект артический проект это все что в арктической зоне это горнородный комплекс и нефтянка тиманопечорской провинции западная сильная Ну, и транспорт. И, конечно, транспорт. Ну, вот, давайте, Северный морской путь, как зеркало русской революции. Значит, в прошлом году, то есть в этом году, грузоперевозки по Северному морскому пути грохнулись почти на миллион тонн. Они снизились на 800 тысяч тонн. Произошло два разноправленных движения. Первое, транзит, и международный, и российский, он снизился на 1,8 миллиона тонн. В прошлом году он составил 200 тысяч тонн, то есть это 229, если быть точным. Ну, и надо сказать, что из этих 229, 75% пришлось на две поставки. Это танкер Деньков свез нефть из Мурманска в Китай, и из Мурманска же был отправлен балкер железоорудовым концентратором. Все. То есть больше говорить не о чем. Крабов живых возили. Очень интересные, прекрасные проекты. Вот это проект развития регулярных каботажных перевозок с использованием атомного электровоза «Семургпуть». Он закончился полным фиаско. В результате четырех рейсов, то есть Санкт-Петербург, Дальний Восток, Дальний Восток, Санкт-Петербург и туда и обратно, было перевезено 9 тысяч тонн. 9 тысяч тонн, за которые было заплачено из нашего с вами кармана, поскольку это федеральные деньги, налоговые, было заплачено 560 миллионов рублей. Плюс ко всему заплатили отправители. То есть для них фраг тоже был не бесплатный. Но вот 9 тысяч тонн перевезенных – это два стандартных состава жизнодорожных, либо один тяжеловоз. Вот стоит полмиллиарда рублей один тяжеловоз на трассе Владивосток-Санкт-Петербург. Я думаю, что за эти деньги можно было в грузовом и самолетном перевезти. Не будем вдаваться в эти детали. Давайте пойдем дальше. Значит, что у нас произошло в секторе нефтянки? У нас снизилась нефть порядка полмиллиона тонн. Но это абсолютно понятная ситуация, связанная с тем, что Новопортовское месторождение, оно находится в фазе естественного падения добычи, как нормальное месторождение этого сценария. Значит, резко вырос жирный природный газ. Жирный природный газ вырос аж на 1,3 миллиона тонн. Новотек в этом году снизил поставки на азиатский рынок прямые. Большее количество пошло в Европу в силу того, что дифференциал цен стал более привлекательным на европейском рынке. И плюс ко всему для Новотека короткое транспортное плечо, оно более выгодно, чем длинный азиатский. Хотя они последние свои перевозки в связском направлении начинали еще в ноябре в этом году. Что вообще, если мы говорим об арктической ситуации, об арктической транспортной системе, морской в первую очередь, что в этом году произошло такого интересного? Первое, то, что у нас выстроилась интересная схема экспорта нефти. Раньше существовала какая система? Вот у нас есть замечательная система челночных перевозок нефти, когда танкеры высокого льдового класса перевозят на коротком плече до Мурманска нефть, там рейдовый накопитель, в него переваливается нефть и загружается в танкеры-отвойщики. Это позволяет очень эффективно работать небольшим флотом. Раньше эта нефть переваливалась на отвойщиков и в основном возилась в Европу. Преимущественно регион Ара, Амстердам, Роттердам, Антвердам. Рейс составлял порядка пяти суток в одну сторону. Что произошло в этом году? Ну, следует отметить, что данные по статистике, начиная от расстановки судов в портах и кончая перевозок, полностью вылетели из обиход. Засекречено все. Если раньше можно было в системе Эдзак-Эрса следить движение судна, по крайней мере в той версии, которая доступна в России, то сейчас это про сквашные лакуны. Выходит он южнее северной Норвегии и дальше трасса неизвестна. Ну, вот есть всякие системы, там, vessel finder, traffic, там можно все это посмотреть. Очень тягомотно, но можно. Что я хочу сказать? Что произошло? Вот конкретные примеры. В начале января, 5-го числа, Рейтерс опубликовал такой отчет по перевозкам нефти из арктического бассейна. И там были приведены четыре судна конкретных с портами назначения. Мы это проверили. Мы это все проверили. И очень интересно. Это абсолютно непредставительная выборка, четыре судна. Но уже можно говорить о первом. Что это суда типа размера Suets Max. То есть это полторы тысячи тонн. Есть там еще такой Николай Изуев. Это Апромакс, но он тоже 120 тысяч тонн. Тоже не маленький. Кому принадлежали эти суда? Вот трое из этих четырех судов принадлежат СОФКОФЛОПу. Следующий момент. Вот было сделано вот эти четыре рейса. Один рейс в Индию и два в Китай. Теперь вспомним. Пять дней это до Роттердама. Что получается с Индией и Китаем? До Индии это Кохи порт. Рейс составил 30 суток. В Китай поставлялось два порта. Это Циндао и Чинжоу. Они на разном расстоянии расположены. В одном случае это 44 дня. Два рейса подряд. Тоже 44 дня. И второй это 46 суток. Из-за этого можно будет сделать два вывода. Первое, что по сути дела идет восьмикратный рост длительности грузовых рейсов. Соответственно, падает трусная способность транспортной системы. Дальше, соответственно, восьмикратно, а то и больше увеличивается стоимость фрахта судна. И третье, что самое интересное, что индийский рынок для российского производителя более выгоден, чем Китайский. В силу того, что туда судно идет в полтора раза быстрее. Как все будет развиваться в дальнейшем, сказать сложно. Но, видимо, вот эта тропа, которая создана сейчас по вывозу нефти из Балтики, из Новороссийска, из Мурманска, она достаточно устойчива. Во-первых, сформирован вот этот серый флот у него, который позволяет достаточно незатрудненно работать на фрахтовом рынке. Здесь очень важным моментом является следующее обстоятельство. Вот, кстати, из этих четырех судов одно принадлежит Туреву, это греческая судоходная компания. Греки в основном доминировали в вывозе нефти из Мурманска. Я думаю, что в полной статистике так и будет, то есть у них достаточно большой хороший флот. Следующий интересный момент – это прямой рейс из Мурманска танкера Деньков, который повелся в Лукоиловскую, Варандейскую и нефть в Китай. Он ушел в конце октября и вот должен прийти сейчас. Ну, я думаю, что там, во-первых, рейс был связан в том числе и с проведением планового ремонта, потому что суда под российским флагом сейчас уже в Европе не обслуживаются. Ну, до этого Лукоил два года назад делал такой прямой рейс. Олег Первый сказал, что это неинтересно. Но, тем не менее, они сгоняли Денькова, видимо, в том числе и для технического обслуживания. Но дело заключается в том, что система транспортировки напоминала идиотизм. Из Варанды, который расположен в Печерском море, танкер Василий Деньков пришел в Мурманс. Очевидно, он там провел таможенное оформление, потому что в порту Варанды нет таможенного поста сейчас. И после этого он пошел на восток. То есть, по сути дела, больше 500 миль он сжег мазут только для того, чтобы получить штамп в Каносаммите. На федеральной таможенной службе сейчас выступила с какой-то собственной унициативой о формировании выездных таможенных постов, в том числе и в арктических портах. Я думаю, что это будет единственное правильное решение. Потому что в этом году один из сухогрузов, небольших 40-тысячник, пол-индига, по-моему, мы отслеживали его путь. Он увозил уголь Северной Звезды с Радосайского месторождения, с побережья Таймыра. Он точно так же должен был сначала зайти в Сабету, получить шлепку и потом идти на восток. Ну, там меньшее плечо, но тоже неприятно. Что я хочу сказать, когда мы анализируем, скажем, транзитный судопоток по Северному морскому пути, суда не арктических классов, в том числе и арктических, они идут в основном в период июля-октября, 4 месяца. Какой из этого следует вывод? Что, в принципе, мы очень можем эффективно использовать вот сейчас приобретенный или переведенный под российский контроль конвенциональный танкерный флот для перевозок по Северному морскому пути. Но только достаточно узкий временной диапазон с июля по акте. Я думаю, что, планируя, так сказать, логистику 2023 года, уже сейчас необходимо и трейдерам, и грузоотправителям, и судоходным компаниям иметь это в виду, потому что это очень неплохой вариант, это действительно сокращение времени следования в пути. Но весь вопрос, для кого это интересно? Это, безусловно, интересно для всех, для «Газпромнефти» и «Лукойла», которые переваливают в порту Мурманск. Ну, это менее 20 миллионов тонн. Возможно, что-то будет интересно для Балтики. Но, опять-таки, Балтика, Датские проливы, и, во-вторых, порты там не работают с судами типоразмера «Суицмакс». Обычно танкерная партия у них 100 тысяч тонн, а здесь 120, 130, 140. То есть это более экономически эффективно. – Михаил Николаевич, а про твердые полезные ископаемые, как там с вывозом? – С твердыми полезными ископаемыми у нас большая проблема с Балтикирным флотом, но надо сказать, что отсутствие судов никогда не оглашалось ни угольщиками, ни перевозчиками железной руки. Другое дело, что если Кузбасс, расположенный близко к восточному нашему полигону, он не имеет другого пути вывоза своего угля, то железнодородные компании, допустим, Кольского полуострова, которые производят, в общем, они считают, что ввести дешевое сырье далеко – это очень дорого. То есть необходимо искать какие-то новые решения. Здесь мы упираемся, Александр Васильевич, в одну единственную проблему. Но если мы говорим о СМР-пути, как этой трассе, которая действительно нас сможет выручить, мы должны ясно и четко понимать те ограничения, которые существуют. На фрактовом рынке нету судов арктических ледовых классов. Практически нет. Есть чуть-чуть низких, и то они уже все расписаны. То есть если для работы в южном направлении, я имею в виду Средиземное море, Черное море, Балтик, в определенной степени, мы можем брать суда на фрактовом рынке, что и происходит, то для Севера здесь возникают большие проблемы. И, к сожалению, на рынке поддержанных судов, скажем так, не представляется возможным привезти сюда требуемую конфигурацию. Что касается вопросов разработки золоторудных месторождений и так далее, они никогда не были связаны с транспортировкой. В основном это... Там проблемы нет, да? Да, там золотоизвлекательные фабрики, они делают сплавдары. Это высокая концентрация золота-серебра. И там двумя рейсами Ан-24 все это выводят. Единственное, у нас есть в районе Пивека майский ГОК, он вывозит порядка 50 тысяч тонн золотого концентратора в Китае. Но это делается, везется в таких мешках больших, биг-беках. Но это на заходящие в Пивек суда, которые привозят генгруз, они просто загружаются, небольшие инфаркты и выводятся. То есть там проблем в этом нет. А прогноз ситуация. Безусловно, все проекты начинают сдвигаться вправо. В лучшем случае мы можем ожидать в 2024 году запуск первой очереди «Артик-СПГ-2». «Восток Уэлл», на мой взгляд, не выйдет на заявленные 30 миллионов тонн ни по готовности инфраструктуры, ни по готовности флота. Возможности вывоза грузов с Радосайского месторождения угля Северной Звезды достаточно ограничены отсутствием судов требуемых параметров. Так что я думаю, что сейчас... Мне хочу напомнить, перевести в ней пример. Мы вчера в торгово-промышленной палате обсуждали разные вопросы. И Геннадий Шмаль, глубоко уважаемый мною человек, упомянул следующее обстоятельство, что у нас возникли проблемы с тяжелостроительной техникой. Потому что стрелы кранов, которые поставляют российские предприятия для работы на севере Красноярского края, при минус 60 градусов используются, они просто лопаются. То есть мы сейчас столкнулись с тем, что нам необходим очень широкий фронт технологических решений. Потому что это касается не только рынков сбыта сырья, это касается обустройства месторождений, автотехники, инвестиций. Как вы думаете, мы их решим? Со временем, да. Со временем. Неторопливо. Но я бы не полагался полностью на наших китайских друзей. Дело заключается в следующем, что мы должны до конца понять, насколько глубоко развиты взаимоотношения России и Китая, насколько мы будем партнерами в реализации нефтегазовых проектов, в развитии транспортной структуры и так далее. Безусловно, вот этот полет воздушного шара на центральной части Соединенных Штатов играет нам в определенной степени на руку. И, в общем-то, взаимоотношения между США и Китаем, это, по сути дела, те весы, которые определяют и глубину наших взаимоотношений с Китаем. Но интересно отметить следующее. В свое время, ну, несколько лет назад, до 21-го года, скажем так, подразделение Коско Шиппинг, это государственная китайская судоходная компания, что-то вроде Коско Спешил Карриерс, что-то в таком духе. Она осуществила достаточно большое количество рейсов по Северному морскому пути, ежегодно было десятка судов. Это были такие универсальные суда, как они называют их, это контейнеровозы и сухогрузы, были полупогружные суда для перевозки тяжелых конструкций. Так вот, дело общается в том, что в 2022 году на проход по Северному морскому пути не было подано ни одной зарубежной заявки, и в том числе ни одной китайской. Поэтому давайте основывать наш прогноз взаимоотношений, исходя из конкретных текущих событий, нежели чем из декларации. И тут еще хочу отметить, что часто можно услышать о том, что на Северном пути работают суда под иностранным флагом. Эти суда делятся на две группы. Первое – это те суда, которые работают на проектах Арктик-СПГ, Ямал-СПГ. А все, что остались в сухом остатке, я нашел только одно судно, которое не смог причислить компаниям, которые находятся под российским контролем. Потому что у нас на Северном пути работают под иностранным флагом суда, которым владеет государственная транспортная лизиковая компания, ВТБ и так далее. Поэтому надо немножко понимать, кто реально контролирует судаходную компанию, прежде чем радоваться, что интерес иностранцев к нашим арктическим акваториям не исчез полностью. Что касается перспектив развития проектов, мы делаем анализ рисков проектов. Причем мы его делаем очень просто. Мы раскладываем горнорудный либо нефтегазовый проект на составные части. Мы рассматриваем всю цепочку инвестиционного проекта, начиная с возможности привлечения инвестиций, дальше обустройства месторождений, ну, естественно, ресурсная база, технологии добычи, технологии обустройства месторождений, поставка, подготовка товарной продукции, отгрузочный терминал, фотофлот, грузовые суда, рынки, направления, ледокольное обеспечение. И все это раскладываем в такую матрицу. И потом начинаем смотреть, что где происходит. И выясняется следующее, что вот, допустим, на стадии строительства возникает очень много проблем, связанных с отказом и японских, и европейских компаний поставлять тяжелую строительную технику, которая себя зарекомендовала в достаточно жестких арктических условиях. То, что делается на территории России, делается для средней полосы, и, так сказать, вентаризация, либо подготовка, скажем, автомобиля для работы в арктические условия заключается не только в утеплении кабины. Это еще и характеристика сталей, показатели покрышек. Мы обсуждали это с Министерством транспорта Республики Якутия. У них в эту зиму стали в огромном количестве лететь покрышки на грузовиках, потому что стали привлекать камшины и так далее. То есть это неотработанные технологии подготовки материалов, которые могут работать в достаточно жестких температурных условиях. Почему мы этим не занимались, не знаю. Но ведь дело заключается в том, что схожие с, скажем, Красноярским краем погодные условия у нас могут в Забайкале, но посмотрите на карту России, зона развития многолетних мерзлых ворот. Это все та же идея, что мы все купим. Ну, это само собой мы все купим. Но это было, видимо, оправданно в свое время. Видимо, не было все-таки государевой власти и воли. И у меня такое впечатление, что мы зачастую забываем о том, что государство, но государство имеет в виду бюрократический аппарат, он должен печься о развитии страны в целом. У меня всегда возникает такой вопрос. Вот смотрите, значит, в прошлом году мы экспортировали в Евросоюз 115 миллионов тонн нефти. Сейчас этот рынок захлопнулся. Сейчас мы предпринимаем все усилия для того, чтобы вывести эти объемы на новые рынки. Ну, условно, давайте это будем называть 100 миллионов тонн. Это 100 миллионов тонн нефти, которая добывается в регионах сложившейся нефтедобычи со своей транспортной инфраструктурой, социальной инфраструктурой, с населением и так далее. И одновременно мы туда же начинаем планировать, разместить еще 100 миллионов тонн, скажем, востоку. Ну, я к примеру говорю. И вот возникает вопрос, что для страны более важно? Это сохранять, причем это будет конкуренция на внешнем рынке. Это такой внутрироссийский нефтяной каннибализм наступает. И вот возникает вопрос, с точки зрения устойчивого развития страны, что нам сейчас важнее? Поддерживать те регионы нефтедобычи, которые, безусловно, станут депрессивными, либо развивать какой-то новый проект? Где найти баланс между интересом инвестора и интересом общества? Вот здесь я не стремлюсь сделать окончательный вывод, но я просто задаю вопрос. И точно так же это касается, в общем-то, многого. Это касается инвестиций в транспортную систему, скажем, строительство ледоколов. Строительство атомных ледоколов, это просто замечательно, это просто здорово. Но дело заключается в том, что если судоходная компания, которая выполняет какой-нибудь там каботажный рейс, не знаю, Архангельск, Певек, она не относится к пулу судоходной компании, которая обеспечивает крупные инвестиционные проекты, а их всего-то это Новотек, «Газпромнефть», «Нарийский никель» и сейчас еще «Роснефть». То есть они, когда делают заявку на следующий год о том флоту по обеспечению судоходства, они включают перечень сторонних судов, которые будут работать на их проекте. У них наступает право первой ночи. Когда возникает вопрос о планировании организации рейса, допустим, в Певек, где нету такого крупного партнера атом-флота, возникают вопросы о том, что эта услуга предоставляется по остаточному принципу. Здесь тоже вопрос. Понимаете, вот героизм позапрошлого года, когда там из Певека вытаскивали эти замерзающие суда путем немыслимых усилий, и ледоколов, и судов, и так далее, это же результат того, что просто на них наплевали. Просто наплевали, и грузы были подготовлены позже, потом строители и вот Боимского ГОКа, и связанных с ними, не буду называть, структур, они просто пропушили. И в результате это была поздняя отгрузка, была откровенная тяжелая ситуация, но тут же надо исходить из следующего, судоходная компания это единственный способ получения денег на жизнь. Соответственно, этот рейс они будут выполнять. Иначе они будут в минусе, это скажется на всем. Вот здесь нету понимания устойчивости, нету понимания планирования. Все-таки я, к сожалению, я не вижу вот такого целостного видения ситуации. Я имею в виду на уровне государственного планирования. Какое-то министерство за это отвечает? А никто. Понимаете, меня восхищают аттракционы неслыханной щедрости, которыми нас тешит и Минвосток развития, и Росатом. Все прекрасно понимают, что 2024 год не будет этих 80 миллионов. Их просто ниоткуда взяться. Если там будет 55, 55, это надо свечку ставить. Потому что текущие, грубо говоря, это 35, но еще появится там порядка 7 миллионов, 8 миллионов возможно Арктик СПГ-2, это у нас 42 миллиона, но еще там 2 миллиона на круг от Роснефти, то есть 55 я называю в качестве несбыточной мечты. Давайте ограничиваемся 50. Но тем не менее, вот до недавнего времени, буквально до января, министр природных развития Дальнего Востока Арктики на ясном глазу уверяет, что все это будет. Вот это на чем основывается. Вот почему людей вводят в заблуждение. Хорошо. Михаил Николаевич, если двумя-тремя словами определить ситуацию в сфере добычи полезных скопаемых в стране, как бы вы ее определили? Тяжелая, но не смертельная. Ну хорошо. Тогда на этой оптимистичной ноте. Мы с вами заканчиваем очередную беседу. Спасибо вам. Спасибо большое, Александр. Всегда интересно с вами разговаривать. Всегда приятно с вами разговаривать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok